Давайте возьмем всевозможные перестановки, в которых нет трех элементов, расположенных в порядке возрастания. Поскольку это не так просто понять, то давайте я объясню. Вот они, три элемента, расположенные в порядке возрастания. Числа 1, 2, 3. Я беру и зачеркиваю вот эту штуку и говорю, что здесь, во всех остальных пяти вариантах, нет у нас элементов, расположенных в порядке возрастания. Здесь, на этой картинке, 1, 2, 3. Зачеркиваю. 1, 2, 3. Обратите, пожалуйста, внимание. Я каждый раз буду подчеркивать эти три элемента и зачеркивать эту ситуацию. Внимание, 1, 2, 4. Тоже зачеркиваю. 1, 3, 4. Тоже зачеркиваю. 1, 2, 3. 1. Не, нельзя. А вот это не зачеркиваю. Так вот, пожалуйста, у себя в тетради сейчас пройдите по всем остальным трем столбикам и для каждого из них сделайте в точности то, что я вам сейчас сказал. А именно, пожалуйста, каждый раз подчеркните три числа, расположенные в порядке возрастания и... Есть, они есть, разумеется. И такую перестановку просто перечеркните. 1, 2, 4. Здесь... Здесь ничего, здесь ничего, ничего. Слушайте, как интересно. А вот, 1, 2, 3 вижу. Здесь я... И все. Так, подсчитывая, сколько осталось незачеркнутых. 1. Вы пропустили. 2, 3, 4. Где? 2, 3, 4. 3. 3. 3 сверху. 3 сверху. Это? О, молодцы. Спасибо вам. 2, 3, 4. Я действительно пропустил. Спасибо вам большое. Так, давайте сообразим, сколько в каждом столбике. Значит, здесь у меня 1. Здесь у меня сколько? 3. Здесь 1, 2, 4. Здесь у меня 5. И здесь у меня... А в сумме сколько? 4. А в сумме 4. 4. Да. Всего получается 14 штук. Кстати, здесь у меня... 5. Всего в сумме получается... Сколько? 5. Всего получается 5. Здесь всего получается... 2. А здесь... 1. Господа, 1, 2, 5, 14. Ну, это уже довольно знакомая вам последовательность. Согласны? Согласны? Поэтому ответственность. Нет, не поэтому. Нельзя сказать, что если совпали числа 1, 2, 5, 14, значит, мы точно знаем, что дальше 42. Разумеется, так сказать, нельзя. Потому что, ну, мало ли бывает, что это было их последовательности. Вообще бесконечно. Я же... Ну, ребята, еще раз. То, что я пришел к вам и говорю, что это Дональд Кнут, там, великий математик. Да, действительно, великий математик. Но, вообще-то... А вдруг я обманул? А вдруг это вовсе придумал не Дональд Кнут, а я взял, перед тем, как ехать на занятия, там, посмотрел, какой-то... Понятно, да? Нельзя просто так на слово верить. Все в математике должно быть доказано. Там, если действительно в истории есть многие вещи, которые мы вынуждены, ну, просто верить, да, вот там, кто-то там был, написал об этом книжку, и у нас нет способа доказать, да, что там кто-то был так-то или так-то, кроме как, так сказать, поверить словам очевидца. То в математике есть такой способ. Называется доказательство, там, изучение. Значит, я сейчас для того, чтобы вам стало, что называется, легче и понятнее, предлагаю немножко позаниматься конкретным, что называется, счетом, конкретными вычислениями. А именно, мы сейчас... Следующее число, а именно 42, мы его сейчас с вами вычислили. Только одна проблема. Сколько будет 5 футболиалов? 70, 120, 120, 120. 120. Значит, если я захочу решить задачу для числа 5 таким же вот способом, то мне придется начать с того, что написать 120 перестановок. Поняли? Как вы думаете, это много или мало? Много. Ну, на самом деле, это вся доска. На самом деле, даже если мелко писать, это вся доска. Мне, ну, совсем, совсем не хочется это делать. По той простой причине, что даже если мы с вами ни разу не ошибемся, все равно, так сказать, мы ничему не научимся, да? Потому что это будет такое вот упражнение, когда механически мы с вами выпишем. Так вот, я хочу, чтобы вы завели столбцы. Столбцов, как понимаете, будет 5 штук. Будет первый столбец, будет второй. Какой еще будет? Третий. Твертый. Твертый. И пятый. И в этом столбце, чтобы вы выписали все перестановки, в которых нет трех по возрастанию элементов, и при этом, при этом что? Все они начинаются на единице. В этом столбце что? Все начинаются на? В этом. В этом. Отлично. Так вот, ребята, замечательным образом, скажем, в первом столбце выписать, это вообще не проблема. Кто-нибудь сможет? Да, расскажи. Один, три, два. Неверно. Да? Один, пять, четыре, три, два. Молодец. Один, пять, четыре, три, два. Это единственная перестановка, которая может быть здесь. Почему? А потому что, если у вас здесь, вот среди этих четырех чисел, какие-то два будут по возрастанию, то вместе с единицей мы сразу все получим. Поняли? Да. Поняли. Значит, вот так же, как я здесь обводил в кружочек, я могу и здесь обводить в кружочек. Я здесь уже получил ответ. Один. Уже знаете, какой будет ответ. Вы знаете, что ей будет сорок две, и вы знаете, что они должны идти в порядке возрастания. Потом мы все это, разумеется, вместе выпишем и сделаем, и потом мы, разумеется, докажем, что называется, общую теорему. Хотя я с ужасом на вас смотрю. Нет, дело в том, что вообще задача суровая. Это задача вовсе не для маленьких, а такая, я бы сказал, даже студенческого уровня. Вполне себе очень трудная задача. Но с другой стороны, знаете, есть такая замечательная пословица «Только чрезмерное рождает в вас». Понимаете, когда вы хотите чего-то фантастически великого добиться, обычно из этого что-то получается более-менее хорошее. То есть, я не знаю. Слушайте, слышали о замечательном проекте «Строительство лифта от Земли до Луны». Совершенно роскошный проект. Дело в том, что как только космические корабли первый раз поднялись на орбиту вокруг Земли, так сразу у ученых, которые этим занимаются, возникла следующая идея. Ну, понятно, что если вы атомный пункт собираетесь опускать, или там, я не знаю, какие-нибудь там спутники-шпионы, то это вам все не нужно, да? Потому что, так сказать, запустили в атомную бомбу, взорвали. Но если, что называется, понимать, что человечество не ради атомной бомбы живет, то тогда возникает вопрос стоимости. Сколько стоит запузырить на орбиту груз? И получается, что это стоимость совершенно сумасшедшая. То есть, там, не знаю, измеряется какими-то многими тысячами долларов стоимость запуска килограмма груза на космическую орбиту. А если запускать не вокруг Земли, а, в принципе, еще дальше, да, там, к другим планетам, то вообще какие-то фантастические просто получаются суммы. И возникла идея. А давайте мы натянем трос в космос. Может быть, знаете, есть такая центробежная сила, когда вращаешь, то от тебя уход, да? Поэтому, если мы вот достаточно длинную веревку такую возьмем, она уйдет, то, как ни странно, она даже падает. Она будет вращаться, понятно, да? Такое космическое тело вокруг Земли. Замечательно. Но проблема, что материалы, которые были в тот момент, там, 60-х годов, 20-х века, очевидно, для этого не годились. Потому что, даже если вы это будете делать из самой-самой там замечательной тогдашней стали, то получается, что конструкция просто под действием собственного веса разломается. Ну и вообще, когда техника планет умеется, для этого совершенно не готова. Но! Сейчас-то ведь постепенно открывают все новые и новые материалы. Сейчас-то постепенно, вот, и уже на полной серьезе не на положении научной фантастики, как это было 50 лет назад, а на полном серьезе уже думают. А ведь все-таки, как было бы здорово, если бы мы сумели натянуть веревку между Землей и Луном. Ну, если честно, не важно, просто-просто построить канат в космос, построить лифт, тогда можно было бы по этому лифту запускать космические корабли не по принципу, что ракета, там, пламя, реактивная сила и так далее, да, а по принципу, что просто сел в автобусе и поехал. Согласитесь, что это здорово. Так что, понимаете, вот, если человек представляет, что не займется бросанием атомного паку друг к другу, а будет развиваться дальше, так сказать, нормальным образом, то вполне может быть, что, во всем случае, я в этом, в общем, скорее верю, что во время вашей жизни удастся, так сказать, поругаться, а почему задерживаете отправку автобуса на Луну, что такое там опять, почему мне не дали бутербродов в аэропорту, ну и так далее, и так далее, и так далее. Давайте работаем. Нет, там есть, конечно, миллион технических проблем, очень сложных, это все, разумеется, не день завтрашний день, где это все сложно, но с другой стороны, замечательно, что люди на эту тему думают. Что мы сейчас делаем? Перестановки, начинающиеся с фрукты, в которых нет трех чисел в порядке возрастания. Как это удалось привыкнуть? Подсказка. Вот последний столбец заполнить, это вообще очень легко. кто скажет, как его легко заполнить? Как? Нет, откуда мы берем всю информацию для последнего столбца? С первого. С четвертого. Ребята, мы должны переписать все это. Просто после пятерки надо это все переписать. Поняли идею? Да. замечательно. Сделайте. Это уже 14. Это же здорово. Уже 14 вариантов у вас будет. хорошо. Да. Итак. Давайте мы сейчас еще, секунду, сразу поймем, сколько надо ожидать, в каком столбце чисел. Вот, смотрите, здесь у нас 14, здесь у нас 1, а здесь у нас 1, 3, 5, 5. Скажите, пожалуйста, эти числа вам ничего не напоминают? Что напоминают? У нас на предыдущих занятиях такие последствия случаются. Да, что? Что, когда одно число всего будет... Нет, у нас была такая цепочка чисел. Нет, числа Каталана это вот эти вот, 1, 2, 5, 14. А у нас была и такая цепочка чисел тоже. Дерево. Что? Дерево. Ну, почти, вы правы. На самом деле, у нас был такой треугольник Каталана. Помните? Давайте я на всякий случай сейчас быстренько напомню, что это было такое, потому что это очень проясняет ситуацию. Господа, напоминаю, что вот если у нас есть такая вот стена, пропасть, да, то все, что туда идет, падает. Мы начинаем писать, как если бы это был треугольник Паскаля. В треугольнике Паскаля, я вижу, сюда пишешь единицу, она упала в пропасть. Сюда пишешь единицу, она никуда не упала. От нее пишешь 1, от нее пишешь 1. Здесь они складываются, получается 2. Здесь идет 1. Вспоминаете? Был такой? Да. Вот, замечательно. Здесь у нас 5, здесь у нас что? 4, здесь 1, здесь 5, 9, 5, 1, 14, 14, 6, 1. Так, замечательно. Мне бы суметь, чтобы влезло и дальше. 14, 28, 27, 1. Так, наконец-то возникло число 42. 42, 48, 27, 8 и 1. Так, теперь давайте думать, где же числа 5, 5, 3, 1. Молодец, конечно. Конечно, это вот эти числа. А теперь, те люди, не уходите. А теперь догадайтесь. Если 5, 5, 3, 1, это здесь, то для нашей задачи где будут числа? Еще раз. 5, 5, 3, 1, это вот эти вот числа. Где у нас будут для нашей задачи? Должно быть 5 чисел. У нас 5 столбиков. Молодец, спасибо. Все правильно. Конечно, должно быть, если мы верим в то, что задача действительно красивая, что в ней ответ должен быть хороший. Должно быть вот так. 14, 14, 14, 9, 4. Давайте я для одинобразия напишу здесь 1. Так, ну 1 это уже все правильно, уже это есть. Так вот. Так вот, господа. Сейчас я точно объявляюсь в пастухе. Вот эти самые 4 штуки, будьте добры, выпишите. Все 4 придумал? Вперед. Вперед, вперед. И то же самое 9, и то же самое 14. 2, 5, 4, 3, 1. Уверен, что вы не правы. Потому что просили в лексикографическом порядке. Вы написали числа. Вот смотрите, здесь я начинаю. Ну хорошо, напишите то, что вы придумали, а я потом исправлю, чтобы было. 2, 1, 4, 2, 1, 5, 4, 3. Так, спасибо, садитесь. Давайте, во-первых, посмотрим, в принципе вы правы или нет. На самом деле вы в принципе не правы. Потому что 2, 4, 5, это 3 числа в порядке возрастания. А они у вас здесь есть. Поэтому вот эти вот два варианта, они просто в принципе неправильные. Так, кто всю... Давайте выходить. Только, пожалуйста, в лексикографическом порядке. То есть, начиная с маленьких чисел и заканчивая большим. Чтобы вам легче было, давай чу, а вы просто заново напишите, хорошо? Я потом сотрую, правильно? Наверняка опять будет неправильно, потому что опять идет... С большой цифрой начинается... Черт, вы понимаете, что вы уже не правы? 5 больше, чем 3. Садитесь. Ребята, а можно вы не будете поднимать руки просто так? Нас никто с вами не торопит. Мы можем решить задачу, но, понимаете, именно решить, а не что будет. И вы тоже бы могли бы решить решить. Еще раз. Начинающиеся на двойку. Перестановки. В которых нет трех элементов по порядку написанных. Требуется выписать... Мы даже уже догадались, какой будет правильный ответ. Сколько их будет штук? 2, 1, мне очень нравится. Так, 2, 1, 5, 4, 3. По-моему, хорошо. Дальше. Дальше наверняка ошибся. Сразу опять взял литерку. 24, 3. Нет, 24, 3 нормально. Это тоже бы возрастали. Дальше. Тишину можно? Так, ребятки, 2, 3, 4 не бывает. Уже вы не могли в своей тенге? У вас отсутствует объективный взгляд на себя. Вы так привыкли в школе, что вам ставят пятерки за то, что вы делали работу, что вы, к сожалению, не всегда... 2, 5, 1, 4, 3. Там есть возрастающие подпоследовательности? А? А? 5, 4, 1, 3. Есть? Нет. Слушай, Лёд, по-моему, это решение. Спасибо вам, отлично. Молодец. Я даже не ожидал. Я потом объясню, как всё это делать. Но сначала надо самим. Сначала вы должны сами... Иначе просто задачу кто-нибудь поймёт. Так. 3, 1, 5, 4, 2. Дальше что? Поскольку их 14, давайте писать буду я, а вы мне продиктуете. Прошу. 4, 1, 5, 3, 2. 1, 5, 3, 2. 4, 2, 1, 5, 3. Дальше. 4, 5, 1, 5, 3. Так бывает. 1, 3, 2 может быть? Ну, сейчас. 4, 2, 5, 1, 3. А, 4, 2, 5, 1, 3. Так бывает. 4, 2, 5, 3, 1. Дальше. 4, 3, 1, 5, 2. Сейчас, я тебя прошу прощения. Так, тут и бюджечка. Так, пожалуйста. 4, 3, 1, 5, 2. Дальше. 4, 3, 2. Так, 4, 3, 2. 1, 5. 4, 3, 2, 5, 1. 1, 4, 3, 5, 1, 2. 4, 3, 5, 2, 1. 4, 5, 1, 2. 4, 5, 1, 3, 2. 1, 4, 5, 2, 1, 3. 4, 5, 2, 3. 4, 5, 3, 1, 2. И 4, 5, 3, 2. Так, ребята, пожалуйста, полное внимание и ищите, где у него ошибки. Нет у него ошибки. Нет у него ошибки. Нет у него ошибки. Нет, ну молодец. Если нет ошибки, вообще 14 штук написать без ошибки. И все идут в порядке возрастания, да? Да. Здорово. Здорово. Это замечательно. Так, ну тогда последний подвиг. 9 сделал? Нет. Нельзя. Я знаю, что ответ 9. Я просто знаю решение этой задачи. Вам я его еще не рассказал, но поверьте, я будет действительно 9. Поэтому, пожалуйста, пока 9 не придумаете, к сожалению, ничего не дадут. Объясняю, в чем идея нашего сегодняшнего занятия. Для тех, кто там, не знаю, с бабушками проблема, да? Придете домой, бабушка скажет, да нет, да тебе надо учиться сколько будет? 3 плюс 4. А там тебе какие-то там числа каталана. Ребята, ответ простой. Что, по крайней мере, что такое перестановка после этого сегодняшнего занятия, уверен, будут знать все. Вообще, когда учишь какой-то материал, совершенно, совершенно необязательно, что вы его выучите в точности. Кстати, это главная проблема ЕГЭ, между прочим. Вот вы знаете, есть такая система тестации там школьников ЕГЭ. Когда ее вводили, сразу все учителя и вузовские преподаватели говорили, что это приведет к очень большим проблемам. На самом деле, безусловно, приведет. И уже, собственно, приводит на наших глазах. А почему? Потому что ЕГЭ – это единая система и выпускного экзамена в школе. И вступить в новый институт. Сделал полностью? Выходите, пожалуйста. Вот. А дальше происходит простая вещь. Что если вы хотите сдать там на некую планку, то вы учитесь по материалам для этой планки. Понятно, что вы выучите не 100%, а я не знаю, там 80% или 70%. Да? Замечательно. Пройдет несколько лет, начальство понимает, что на 100% никто не делает, а все делают там на 70%, на 80%. Отлично. Планку спускают. Планку установили здесь. Пройдет еще несколько лет, планку еще спустят. И так далее, и так далее. Надо стараться иногда сделать вот такие великие вещи. Так, идуйте. Так, три, один, пять, два, четыре. Садитесь. Сделаем полностью, пожалуйста. Кстати, можно прямо с места кричать. Давай, что вставать надо. Три, один, два, пять, четыре. Нет. Нет, один, два, пять. Нет, ну как, так не бывает. Один, два, пять. Серьезно. Ребята, контролируйте себя. Что? Я пишу. Выписан. Теперь уже в порядке вы застали? Да. Отлично. Тиктуйте громко, чтобы все слышали. Три, один, пять, четыре, два. Три, два, один, пять, четыре. Три, два, пять, один, четыре. Три, два, пять, четыре, один. Три, пять, один, четыре, два. Три, пять, два, один, четыре. Три, пять, два, четыре, один. Три, пять, четыре, один, два. Три, пять, четыре, два, один. Отлично. Спасибо вам. Что вы сказали? Строго говоря, я не доказал, что других вариантов нет. На самом деле, конечно, строго говоря, я не доказал, что других вариантов нет. Ну, здесь какие есть способы рассуждения? Можно просто было, что называется, следить за тем, как мы это придумывали. То есть, говорить, что там после такой-то цифры может быть такая, такая и такая, вот такая вы видите, не можете и так далее. Но, господа, а давайте я сейчас предложу вам некоторый альтернативный способ рассуждения, который, во-первых, докажет, что здесь действительно все способы выписаны, а во-вторых, мы с вами поймем, какой ответ для шести. Между прочим, это намного интереснее, потому что, если для пятерки перестановок 120 штук, и хотя бы, в принципе, можно было представить себе, что мы их выпишем на этой большой замечательной мерстетской доске, то для шести, шесть материал, 120 умножить даже 720, понятно, что до конца занятия мы не успеем выписать 720 перестановок, да еще и с каждой из них разобраться за чекнотой. Поэтому, если я хочу найти следующий числок талантов, то мне нужно уже какое-то рассуждение. Осуждение. Господа, я знаю это рассуждение, я специально из дома принес цветной мел. Важный момент. Потому что до этого мы просто выписывали, а сейчас уже мы начинаем обсуждать. Так вот, господа, я сейчас перейду к этой картинке. Даже давайте я сотру зачеркнутое, просто для того, чтобы все стало виднее. Здесь вот у меня, как значит, одно число, три числа, пять числа, пять числа. И вот цветной мел. Ребята, смотрите, какая идея. Число пять, если оно исчезнет, то оставит после себя перестановку на четырех элементах. Согласны? Так вот, пожалуйста, на этой картинке во все места, куда можно, впишите число пять. Поняли, о чем я говорю? Чтобы не образовалась последовательность из трех чисел, которые идут в порядке возрастания. Вот подумайте, подумайте. Вот, например, можно ли вписать число пять сюда? Пять, четыре, три, два, один. Можно. Почему можно? Потому что здесь у меня все числа идут по убыванию, правильно? Да. Замечательно. Нет, никаких поднятых рук. Сначала полностью у себя в тетрадке это делаете. То есть выписываете вот все вот эти четырнадцать вариантов. И в каждом из них другим цветом, я синим цветом это буду делать, вы, пожалуйста, ну-ка, этим вам удобно. Другим, но одним и тем же цветом, вписываете пятерку во все места, куда можно. Так вот, господа, этих самых синих пятерок должно у вас оказаться ровно сорок две штуки. Значит, пожалуйста, заново, лучше всего просто на новой, там, ну, не знаю, в новом месте где-то в тетрадке, да? Заново напишите все четырнадцать последовательств, при этом постарайтесь, пожалуйста, писать вот так же, как я. Я, если честно, знал, что буду, что называется, вписывать пятерку, поэтому писал с небольшими пробелами, да? Так вот, во все места, куда можно, впишите пятерку. Не только после этого, когда вы пересчитаете и увидите, что у вас ровно сорок две пятерки, а еще лучше после того, как вы поймете общий принцип. Так вот, после этого прошу в доске объяснить общий принцип. Давайте так, просто пятерки мне даже мало, интересно. Объяснить общий принцип и после этого правильно проставить все пятерки. Обязательно другим цветом в тетради делайте. Переписывать несколько раз не надо. То есть вы пишете ровно четырнадцать вот этих вот штук, этих последов, да? И в каждой из них указываете, куда можно написать пятерку. Вот, ребята, например, скажите, пожалуйста, понимаете ли вы, что на первое место ее можно написать везде? Да. Да. Поэтому, по крайней мере, вот такая простая вещь, как пройти и везде написать пятерку перед последовательностью, безусловно, должна быть сделана. Вот уже некая работа, уже что-то немножко прояснилось. Правда, таких вариантов только четырнадцать штук, но с другой стороны тоже немало. Вот, уже четырнадцать пятерок написали. А вот дальше надо соображать, куда еще ее можно написать. А куда нельзя. Пять, один, пять, просто эти. Дальше нельзя. Стоп, почему дальше нельзя? А потому что дальше есть число больше единицы. Дальше идет один, четыре, пять. Это три числа по возрастанию. Да, правильно, здесь две пятерки. Дальше. Пять, два, дальше можно поставить. Можно. Пять, два, один. Можно. А потом два, один и четыре. Значит, уже вообще нельзя поставить его. Потом. Здесь можно поставить. Все, что будет надо. Здесь два, четыре, пять. Не получится. Пять, два. Может, не получится. А потом. А вот здесь-то можно поставить. Здесь можно поставить. Думаем, как четко по-русски сформулировать правила. Дело в том, что вот там вот, когда у нас уже много, когда 42 варианта, я не хочу, чтобы мы вписывали. Я хочу, чтобы у нас было четко сформулированное правило, и мы бы быстро все это сделали. А вот и неправильно. Один, три, пять, возрастающая последовательность. Так что здесь вы ошиблись. Успеваем себе в тетрадь все это записывать. Он вполне разумно ставит эти пятерки. Что? Какую неправильно поставил? Правильно, замечательно. Так, ну что, спасибо вам большое. А все-таки, как же это сформулировать? Ну, если... Он написал до тех пор, пока не будет число, больше которого... Почему вы здесь написали во все возможные места пятерки? Как называется последовательность 4, 3, 2, 1? А там нету чисел больше которого? Нету даже не. Как? В порядке убывания. Молодец. В порядке убывания. Называется убывающая последовательность. Ребята, вот она. 3, 1. Убывающая последовательность. Дальше она предстает быть убывающей. Здесь 3, 2, 1. Убывающая последовательность. Здесь 3, 2. Надо смотреть на начало нашей последовательности. И идти слева направо до тех пор, пока числа идут в порядке убывания. Как только в каком-то месте последовательность перестанет быть убывающей, сразу после постановки пятерки возникают 3 числа в порядке возрастания. Идею поняли? Замечательно. Спасибо, садитесь. Так вот. Сейчас вам простая задача. Давайте возьмем мел другого цвета, желтый. У каждой из этих последовательностей надо отметить тот начальный кусок, когда числа идут в порядке убывания. Вот здесь вот, например, 5, 3, 2, 1. Вот здесь вот, 5, 3. Все, я больше не буду. Кто не побоится выйти к доске, давай. Требуется у каждой из этих последовательностей отметить максимальную убывающую, расположенную слева направо, желтый, под последовательность. У вас рост не очень высокий, поэтому давайте вы внизу сделаете все, а потом я... Ну, ты чего дотягивайтесь, да? Прыгать не надо, просто вверху ядываюсь. Да, конечно. 2, 1. Отлично. Дальше. А не надо брезговать. 2, это тоже результат. 2, да, отлично. Ребята, она бывает и длины 1. Так, 3, 2, 1, отлично. 3, 2, 3, 2. Все понимают слово? Убывающая последовательность. Да. Отлично, давайте. Так, слушайте, вы правы, да. Вверху я сам сделаю, не надо прыгать. Да, 4, 2, 1, правильно. 4, 2. 4, 2. 4, 3, 1. 4, 3, 2, 1. Очень хорошо. 4, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 4. 5, 4, 5, убывающая, 5, 2, 5, 2, 5, 3, 1. 5, 3, 2. 5, 3. 5, 4, 1. 5, 4, 2, 1. 5, 4, 2, 5, 4, 3, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Спасибо вам большое. Ну, осталось мне доделать то, куда роста не хватило. 3, 1, это понятно. Что? 4, 1. 4, 1, 2. 4, 2, 1. И, да, 4, 2, 1, это он сделал. 1. Так, здесь я, конечно, должен показать 1. Ну что, господа, давайте сейчас, поскольку такую техническую работу мы сделали, мы сделаем очень простую вещь. Поймем, куда же можно вписывать шестерки. А очень просто. Шестерку можно вписывать вот сюда, можно вписывать сюда. Согласны? Отлично. Как нам это быстро сделать? Слушайте, а я пишу быстро, поэтому я просто действительно впишу, да и все, чем разговариваете. А вот ваша работа, успеть это переписать в тетрадь, и, что намного интереснее, успеть посчитать, сколько этих самых шестерок. 132. Это вы сказали, потому что вы помните числовых талантов. Я не верю, что вы успели их написать. Давайте по-честному. Напишите, напишите и проверьте, что их действительно будет ровно столько. Вот они, наши шестерки. Вот они, наши шестерки. И меня контролируйте. Там неправильно. Где? Там, где столбик с девятью. Где девять? Там третий, среди вверх. Третье. Опа! Здесь, да? Да. Спасибо вам большое. А в остальных местах, пока, да? Проверяйте, я могу заполнить. Заметьте, мы намного лучше теперь понимаем ситуацию, чем в момент начала нашего занятия. Потому что, когда мы начинали, нам казалось вообще какое-то странное условие, что ничего мы здесь сделать не сможем. А когда вот так вот начинаешь работать, выясняется, что оказывается не так уж все и сложно. И есть некоторая система. То есть, когда пытаешься добавить новое число 6, оказывается более-менее понятно, куда его можно добавлять. Заметьте, я почти уже все выписал. А хотя потратил не так много времени. Во всяком случае, никакие 720 перестановок, заметьте, я не выписывал. Так, все. Проверяйте, нет ли у меня ошибок. Быстро успевайте это скопировать все себе в тетрадь. И главное, посчитайте, сколько у меня этих самых синих шестерок. Мы не написали одну шестерку. Куда? Какой столбик? Самый правый столбик, второй снизу. Второй снизу, спасибо. 132. Который дверь.